здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами будем дегустировать вино из винограда антоний великий урожая 21 года я тут бутылочка подготовлена она в наклоном состоянии дело в том что я чуть-чуть поспешила разлить поэтому есть некоторый осадок мы вино будем декантировать единственное что для белых вин вообще декантеры должны быть достаточно узкие у меня такого декантера нету поэтому возьмем вот такой графинчик так открываем вот такой прекрасный напиток у нас получился теперь разливаем по бокалам бокалов я взяла два разной формы вот посмотрим как данный конкретный экземпляр будет вести себя в разных бокалах итак приступаем к оценке вина первое что мы оцениваем это конечно же цвет и прозрачность с прозрачностью здесь все хорошо хотя повторю что пришлось декантировать вину чуть-чуть я поторопилась с розливом такие были обстоятельства цвет уже я уже показал он такой слегка соломенный дело в том что это вино делалось по красному способу антони великий это белый виноград но я делал по красному способу а при этом не используя никаких антиокислителей то есть виноградный сок и все стоит конечно же оговориться что антони великий это вообще столовый сорт винограда ну так получилось что однажды мы попробовали из него сделать вино и с тех пор мы из него делаем исключительно вина то есть так мы его не едим него очень хорошая сокодача просто потрясающе можно даже руками просто жать ягоды и вы получите огромное количество сока но хороший баланс кислоты и сахара вина из него получается очень даже достойный единственный нюанс это долговатое осветление иногда ему надо помогать видите тем не менее вполне реально привести напиток такому состоянию следующее что мы оценим это конечно же запах и вот как только я открыла бутылку да я тут все все вот это вот скажем так бегала с этими декандациями туда-сюда но уже в тот момент как я вытащила пробку все сразу же пошел запах он такой очень явный очень ощутимый как-то его характеризовать я много раз говорила что я же не профессиональный сомелье поэтому не владею профессиональной профессиональной вот этой терминологии тем не менее для того чтобы понимать вообще что мы делаем мы периодически уходим магазин покупаем магазинные вина вплоть до того что даже вот открываем бутылку магазина мы открываем бутылку своего и сравниваем вот запах ровненько такой же как пиногриджи почти один в один как мне кажется что есть какие-то может быть легкие древесные нотки повторюсь там в плане лексики я не очень тем не менее вот в сравнении запах один в один я сейчас попробовала с двух бокалов поэтому сразу расскажу свои ощущения вино абсолютно разные вот если бы не стал сказал бы что вина сюда налили разные в этом бокале несколько больше ощущается кислота кислота очень приятно гармоничная придает вину такую свежесть именно с антонием я поняла что такое хрустящая свежесть хрустящий вина потому что вот это именно то и в этом бокале очень четко ощущаются фруктовые ноты я не могу определить какие именно фрукты именно фруктовые ноты они здесь такие достаточно явны вот в этом бокале кислота ощущается несколько меньше но честно говоря я бы сказала что вот здесь она чуть-чуть простовато я как-нибудь сделал отдельный ролик как-то был запрос что скажите что делать вот если вино вот было ароматным потеряла свой вкус мы с вами подробно об этом поговорим то есть вот казалось бы разница всего лишь в стекле вот те кто думает что это маркетинг на самом деле это не маркетинг и вкус в разных бокалах отличается поэтому чуть-чуть да отвлеклись я всегда рекомендую иметь дома ну хотя бы две базовые формы вот такой и и ну это посложнее но обычный шарик вполне легко достать кстати вот вино стоит да мы его немножечко в бокале взболтали кислинка преобразуется она становится чуть меньше она уже ощущается меньше и вино начинает развиваться раскрывается с формата но у меня стояла на балконе тоже я знаю что антоник когда вот в комнате постоять чуть-чуть подогреется он лучше раскрывается вот его температура подачи это наверное градусов 15 именно в этот момент он как бы наиболее такой открытый для нас причем знаете мы вот когда сравнивали антони спиногрижу ну вообще вот это последняя бутылка урожая двадцать первого года то была предпоследняя вино очень похоже в том числе и по вкусу единственное пиногрижу был чуть мягче антони скажем так чуть более грубоваты наверное если бы мы сейчас вот сравнивали а то прошло где-то месяца полтора насколько вот вина меняется она смягчилась стало такое более округлое вообще во вкусе будут легкие фруктовые ароматы мне кажется что легкие цветочные ароматы вот таких белых полевых цветов вино очень питкое мягкое округлое и например летом в жаркий день такое будет приятное освежающее все таки есть и во вкусе легкие древесные нотки но они больше проявляются вот в этом бокале чтобы понять что такое древесные ноты вот опять же в моем понимании те кто щепочки дуба нюхал вот именно уже обжаренные такие они приятные то вот во вкусе будет нечто похожее хотя с дубом мы здесь контакт не имели аромат этот он не яркий не явный а такой легкий и абсолютно не навязчивый в общем то получается такое приятное легкое столовое вино да без каких-то там сильных претензий на изыски тем не менее ну спиногрейджио таким базовым вполне можно ставить на один уровень ну смотрите в заключении что хочется сказать да что несмотря на то что во первых это было сделано по красному способу раз хранилось и но просто в комнатных условиях в принципе как бы белые вина вроде как долго не живут но тем не менее все живет все вкусное приятное конечно я не советую и в принципе отношусь очень скептически когда делают вина из столового винограда ну почему потому что как правило там низкие низкая кислотность а как бы мы не крутили кислота это вообще основа вкуса нет кислоты ну вина не будет будет какой-то какой-то напиток вот и к тому же столовые сорта так как правило они такие плотные мясистые сока там мало поэтому для виноделия они непригодны но тем не менее вот иногда встречаются такие экземпляры конечно без претензий на элитность тем не менее результат очень неплохой вот для такого базового домашнего вина под ужин очень даже хороший вариант вот сейчас пока с вами разговариваем оно немножко нагревается и становится как бы более насыщенным то есть все эти вкусы которые я вам говорила они все есть но они больше открываются становятся более яркими и послевкусие оно тоже становится гораздо более выраженным и еще отмечу один такой момент несколько раз рассказывала поскольку вино из Антония мы делаем уже 3 или 4 сезон я точно не вспомню в определенный момент его жизни у него проявляется такой очень яркий аромат хлебной корки даже не хлеба а хорошего белого батона потом со временем он уходит и вот сейчас именно вот этих ноток нету есть древесные есть легкие фруктовые есть легкие цветочные вот таких белых полевых цветов но вот хлебушка уже нет хотя на определенных этапах развития примерно если от года урожая то весной то есть если сейчас взять Антонио урожая 22 года и где-нибудь в марте его попробовать то как правило в это время есть вот это вот вкус батончика но потом примерно вот к концу лета он уже уходит но этот экземпляр ну как бы самая большая наверное длительность когда мы попробовали подержать то есть от года урожая считайте 2 года прошло тем не менее вино себя вполне неплохо чувствует ну ввиду малого количества дальше держать не будем это уже задача на будущее надеюсь вам было интересно большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты до новых встреч до новых встреч